В интернете он больше известен как художник Нигль. Александр Нечаев пояснил, что 20 лет назад, когда все только начиналось, взял себе такой псевдоним в честь имени главного героя рассказа Джона Толкина «Лист кисти Нигля». О человеке, который тоже занимается живописью, но которому все время мешают какие-то обстоятельства бытовые, житейские. Это мой психологический портрет был. То есть, что было со мной, что есть и что будет. В его творчестве литература и живопись вообще тесно взаимосвязаны. Многие свои полотна на выставках и в интернете он дополняет отрывками из художественных произведений. К картине «Образ Родины в моем сердце», которая принесла Александру известность, как нельзя лучше подходят слова Виктора Пелевина. И все-таки я патриот. И я очень люблю наше несправедливое общество, живущее в вечерной мерзлоте. О своих художественных способностях Александр знал еще с детства. Но настоящая тяга к творчеству возникла в нем лишь ближе к 40 годам. Я уже чувствовал какую-то пустоту, что-то не хватает. Ну да, есть семья, дети, квартиры, вроде все нормально. И кажется, неужели это вся жизнь моя? Стал пробовать карандашом писать, акварели чуть-чуть. Я так постепенно очень увлекся и уже не мог остановиться. В 2002-м он написал свою первую картину «Маслом». Начинал с копий полотен великих художников – Левитана, Клода Мане, раннего Марка Шагала. Параллельно самостоятельно изучал теорию живописи. Затем начал воплощать на холсте собственные образы и идеи. С тех пор было написано более 400 картин. Среди них цикл «Моя купеленка», который Александр создал за пандемию, глядя в окно своей квартиры. Потрясающий вид. Вот это поле, вот эта речка, а самое главное – вот это небо на 180 градусов. И на юг практически видишь восход и закаты. И вот это небо, эти блоки. Это вообще можно сидеть просто. Это нещерпаемая тема. Пока цикл состоит из 20 полотен, но Александр уверен, купеленка еще не раз появится на холсте. Сейчас же художник работает над новой серией картин. Они практически монохромные, но от этого не менее выразительные. В планах также участие в выставках по всей России. Мечтает Александр показать свои работы и на выставочной площадке в Видном. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.